Привет дорогие зрители моего канала. Сегодня пришла печальная новость. Умер мэр города Харькова Геннадий Кернес. Эту новость подтвердили его родственники. Причина, последствия короны дали серьезное осложнение на работу жизненно важных органов и систем организма. Четыре месяца его организм боролся с болезнью. Если вы помните, он сначала лежал в местной больнице, затем в немецкой клинике Шарите. Лежа в клинике он выиграл выборы мэра Харькова, одержав убедительную победу сразу в первом туре. Но приступить к обязанностям мэра он так и не смог. Можно вспомнить, что Кернес перенес не одно покушение на свою жизнь. Ему поджигали и подрывали машины. Но в апреле 2014 года произошло непоправимое. Во время пробежки ему выстрелили в спину. Пуля прилетела на вылет и тогда врачи не давали никаких гарантий, что он выживет. Он долго лечился в Израиле и остальную часть жизни провел на инвалидной коляске, что не помешало ему полноценно руководить городом Харькова. Можно вспомнить, что вскоре был застрелен близкий друг Кернеса Юрий Демент. Безусловно, смерть Кернеса это большая потеря для Харькова и харьковчан. Жители города всегда будут им благодарны за парки и скверы, за их красивый город и за любовь к городу и к его жителям. Сейчас все говорят, что столько, сколько сделал Кернес для своего города, до него не сделал никто. Я хочу сказать, что он был ярким политиком. Мы, конечно, помним его крылатые фразы. У тебя скучное лесо, тебе денег никто не даст, все херня, давай по новой, я тебя на ноль умножу и много других. Одним словом, Геннадий Адольфович был личностью неоднозначной, но личностью, как говорится, личностью сильной с большой буквы. И сегодня пришел конец целой эпохи в истории Харькова. Ну а теперь давайте поговорим о нашей основной теме. В связи с очень тяжелой эпидемиологической ситуацией, которая сложилась у нас в стране, вы знаете, сколько нареканий идет в последнее время на работу скорой помощи. И вот, оказывается, вчера кабинет министров утвердил новый порядок обращения украинцев в скорую помощь. Таким образом, теперь скорость приезда бригады скорой помощи будет зависеть от того, с какой жалобой обратился гражданин. В критических и экстренных ситуациях скорая должна прибыть в течение 10 и 20 минут. А вот по другим вызовам медики имеют право не приезжать вообще. И теперь это закреплено на документальном уровне. В общем, вышло новое постановление правительства о том, на какие 4 случая делится вызов скорой помощи. То есть, когда врачи должны прибыть, а когда могут отказать в приезде кареты скорой помощи. Следует отметить, что новое правило вступает в силу с 1 января 2021 года и станут продолжением медицинской реформы, которую начала Ульяна Супрун. Итак, давайте рассмотрим эти 4 случая. Первый. Критический вызов скорой. К этой категории относятся обращения, которые требуют немедленного реагирования и вмешательства, когда нужны реанимационные меры. А состояние пациента должно сопровождаться отсутствием дыхания, неэффективным дыханием и массивной кровопотери. Причинами такого состояния могут быть все виды травм, внешние факторы, такие как удар молнии и током, интоксикация или отравление, в том числе укусами животных и насекомых. Одним словом, бригада скорой помощи должна оказаться на месте с момента вызова через 10 минут. Второй случай – это экстренный вызов. К экстренным вызовам относятся потенциально серьезное состояние, требующее неотложной помощи или транспортировки. Сопровождаются такие случаи нарушением сознания, признаками кровотечения, признаками острого коронарного синдрома, то есть инфаркт, и признаками острого возможного инсульта, а также расстройствами дыхания. В таких случаях скорая должна прибыть не позднее, чем через 20 минут. И тут можно опоздать, но не более чем 15% случаев. Отмечу, что в этой графе есть два серьезных заболевания – инфаркт и инсульт. Однако указывается, что признаки должны быть острыми. Отсюда можно сделать вывод, что повышенные давления и терпимые боли в области сердца могут не стать основанием для прибытия скорой помощи через 20 минут. Теперь переходим к третьему случаю – неэкстренные вызовы. Власти указывают, что к ним относятся случаи, которые не несут угрозы для жизни и здоровья пациента, но заболевший или пострадавший требует консультации медика. В таких ситуациях диспетчер будет рекомендовать обратиться к семейному врачу и передать туда заявку сам или в случае возможности направить туда бригаду скорой, которая не выполняет критические и экстренные вызовы. А вот что считается неэкстренными вызовами – непонятно. Существует огромный перечень, который может или соответствовать этой категории, или же относиться к экстренным вызовам. Среди них высокая температура тела, недомогание у беременных, боль в желудке, почках, печени и многое другое. Во всех этих случаях человек может как дождаться приема семейного врача по декларации завтра-послезавтра, так и скончаться в ближайшее время, если не получит помощи. Самое страшное то, что определять это будут даже не на глаз, а на слух диспетчеры скорой помощи. Ну и четвертый случай – это непрофильные вызовы. Что это такое, вообще не указывается. Но записано, что эти случаи касаются обращений пациентов, состояния которых не требуют неотложной помощи. Это тоже будет определять диспетчер скорой. В таком случае гражданину будет предложено получить консультацию по телефону. Как я уже говорил, все эти инновации являются продолжением медреформы, которая вводилась при Ульяне Супрун. Тогда высказывалось мнение, что украинцы привыкли вызывать скорую помощь по поводу ИБЕС, а неотложными симптомами они привыкли считать повышенную температуру. С такой аргументацией с 1 сентября 2018 года был введен протокол для диспетчеров. Новое правило подразумевали тщательный опрос диспетчерами украинцев, которые вызывают скорую. Кто из вас в последнее время вызывал скорую помощь, тот запомнил, как вел себя диспетчер скорой помощи. Тебя опрашивали, как на каком-то допросе. Всю подноготную до пятого колена. Короче, диспетчера по телефону обязали выяснять, действительно ли гражданин нуждается в неотложной помощи или нет. Этот формат работы был взят за основу в сегодняшних нововведениях Кабинета Министров. Ведь именно диспетчер будет решать, кого спасать, а к кому не направлять бригаду. Короче, друзья, дело Супрун было официально продолжено на уровне нынешнего правительства Украины. Ну и нужно обратить внимание, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас скорая опаздывает на вызовы почти в 70% случаев. После вступления в силу протокола о четырех случаях, можно предположить, что бригады рассредоточат между критическими и экстренными, а люди с очень плохим самочувствием, но которые прямо сейчас не умирают, останутся один на один с болезнью до приема у семейного врача. Короче, нам дали понять, что скорой помощи вы не дождетесь. К диспетчеру претензии вы не предъявите, поскольку именно он будет определять, нужно выезжать к карете скорой помощи или нет. Одним словом, власть нам открыто заявила, что теперь проблема утопающих – это дело рук самих утопающих. Вот такой подарок под Новый год нам преподнесло наше правительство и наш президент Владимир Зеленский. А на этом, друзья, у меня на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, берегите себя и своих близких, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok